Приветствую вас. Свой ответ я разделю на две части. Значит, первая часть будет посвящена вашему вопросу, точнее нескольким вопросам, которые вы достаете, а вторая часть будет посвящена некоторым моментам, которые мне бросились в глаза при прочтении вашего текста. Почему я решил разбить ответ на две части? Потому что, когда начался человек, который пришел за получением ответа на свой вопрос, в первую очередь хочет именно услышать обратную связь на запрос. И только потом, уже, когда я это сделаю, я получаю моральное право дать вам те комментарии, которые мне бы хотелось дать, которые я считаю более важными, но которые могут быть менее важными для вас. На этом предисловие такое небольшое заканчивается, и я приступаю к ответам на ваши вопросы. Значит, первое. Как это понимать? Печневые потери или интересы мужчины к вам имеют место быть в данной ситуации, в контексте данных обстоятельств, которые вы описываете. Здесь ситуация складывается так. Интерес к вам у мужчины был, есть и какое-то время он сохраняется. То есть вы ему интересны. Но нужно понимать, что интерес это не значит в данном случае симпатика. Интерес это не значит в данном случае желание что-то делать для вас. Интерес в данном случае это просто чувство сродни любопытству, сродни желанию сделать что-то для себя. Так вот, анализируя поведение вашего молодого человека такое как, значит, не очень сильное желание встретиться с вами в первый раз, по сути дела. По сути дела, перекладывание ответственности за встречу себя на вас. То есть, почему молчали вы, писал он вам. Тогда как, ну, объективно, в общем-то, мужчина мог бы сам сказать вам о том, что вы ему интересны, что он хочет с вами увидеться. И тогда, как обычно, поступают мужчины, которые заинтересованы в том, чтобы быть с девочкой. Тем более, с девочкой, которую вот только-только узнал, с которой только-только познакомился. То есть, здесь первый звоночек тревожный. Вот. Мужчина не хочет, не хотел нести ответственность за вас и не хотел проявлять инициативу. Вот. С чем это связано? Ну, скорее всего, с тем, чтобы в дальнейшем, скорее всего, это не было осознанно. Связано это с тем, чтобы в дальнейшем можно было бы всегда сказать, что, мол, это ты хотела, это ты согласилась, то есть и твое желание здесь тоже было. То есть, подсознательно, мужчина как бы защищает уже на таком этапе, подсознательно, мужчина уже защищает себя от возможных претензий, от возможных ответственности, которую вы попытаетесь на него нависить. И понятно, что ни о какой ответственности речь-то еще не идет. Мужчина уже пытается таким образом себя обезопасить. Это первый момент. Первое, что бросается в глаза. Второй момент, это то, что мужчина не хотел платить за вас кафе. Да, вроде бы, вроде бы как это, ну, факт такой вот не очень значимый, да, вроде бы это факт такой не очень важный, особенно на данном этапе отношений, когда вы еще, может быть, друг друга не знаете и так далее. Но, тем не менее, всем понятно, что в правилах этикетах и, в общем-то, хорошие манеры заинтересованности предполагают то, что мужчина все-таки за женщину в кафе, ну, хотя бы предложит ей заплатить. Ну, просто потому, что так-так требуют сложившиеся нормы, сложившиеся устои. И то, что он это не сделал, оказывается, сумма смешная. А ведь все понимают, что женщине будет приятно, если мужчина это сделает. То есть, здесь даже не в том вопрос, чтобы делать это, потому что так положено и так нужно. А здесь вопрос в другом. То это можно сделать и нужно сделать для того, чтобы девочку расположить к себе. Но ваш мужчина этого не сделал. И это, опять же, означает, что он изначально не собирался слишком много в вас вкладывать. Его интерес, его расчет, его стремление, его желание лежали несколько в иной плоскости. Это то, что можно заключить из того, что вы описываете. То есть, говоря про иную плоскость, нужно понимать, что, конечно, подразумевается здесь секс, подразумевается все секс. Но это не обязательно секс. Это могут быть простые встречи. Ну, просто проводить время вместе, болтать, вот как вы болтались. То есть, по сути, ничему не обязывающие отношения, которые в качестве приятного бонуса имеют еще и секс. Значит, далее. Следующим аспектом, указывающим на то, что мужчина действовал в своих интересах изначально, и что у него изначально не было к вам вот интереса того, о котором вы говорите, это то, что после встречи он откровенно стал намекать вам на секс и говорить об этом. Хотя, понятно, что первое свидание, это, ну, для людей, серьезно настроенных на отношения, первое свидание ни в коем случае не может закончиться сексом. Потому что и серьезные мужчины, и серьезные женщины понимают, что, как бы, если на первом свидании происходит секс, то это значит, что человек, ну, достаточно доступен, значит, и велика вероятность, что он может точно таким же успехом с первым встречным или с другим такси переспать. И это не вселяет доверие. То есть, это, как бы, вопрос вхождения в отношения. И вопрос вхождения в отношения для серьезных мужчин и серьезных женщин очень важен. Ну, а вас, ваш мужчина, судя по всему, этого не хотелось. Изначально его это не интересовало. Изначально его интересовало совершенно другое. Изначально его интересовало время провостения с вами, ну и, понятное дело, этот самый секс. И последним пунктом, которым я хотел бы аргументировать свою позицию, является то, что мужчина, по сути дела, перестал к вам проявлять какие-то знаки внимания, перестал настаивать навстречу, после того, как понял, что вы, по сути дела, не дадите ему то, чего он хочет, не дадите ему секса соответственно, и он откровенно стал проявлять к вам свое безразличие. То есть, вопрос здесь, еще раз, не связан как таковой с интересом. Вопрос здесь, связан с изначальным намерением мужчины. И в рамках его намерения, вы ему интересны. В рамках его намерения, вы представляете для него интерес. Но, не более того, намерения ваши и намерения его различали. И вот именно по этой причине у вас и произошло то, что произошло на данный момент. Значит, следующий вопрос, который вы задаете, это вопрос, звучащий так. Как мне, значит, себя лучше в такой ситуации повести? В такой ситуации вам нужно ни в коем случае не вдаваться в выяснение отношений с человеком. В такой ситуации вам нужно просто спокойно принять его позицию, не спорить с ним, не выяснять отношения, а просто-напросто принять его позицию и отвечать ему на его возможные сообщения вам, которые, безусловно, еще будут. То есть, мужчина будет делать попытки с вами сблизиться, мужчина будет делать попытки вызвать вас на встречу и так далее, но вы от встречи не отказываетесь, это было бы неправильно, но на секс, на сближение с ним, безусловно, не идите, потому что иначе вы станете как раз-таки той самой очередной, сохнущей по нему девушке в списке его побед. То есть, вы правильно понимаете, он ожидает, что вы, скорее всего, будете скандалить, предъявлять ему претензии какие-то, тем самым повышая его уверенность в себе и то, что он вот еще одну девушку, значит, зацепил и так далее. Вот. Теперь, значит, ответ на ваш вопрос, первая часть ответа на ваш вопрос, прошла к концу, вот. Небольшое примечание только я могу сделать, определенно того, что вы можете, в принципе, повести себя так, что пишите ему, например, с вами, пишите ему, например, ну, как бы напоминаете ему о себе, но при этом говорите и ведете себя так, как будто он вам в целом нравится, но для того, чтобы быть с вами, ему нужно быть более серьезным. То есть, это такая вот более прорывистая модель поведения, если вы хотите расположить его к себе, если вы хотите, чтобы он, значит, ну, если хотите, чтобы он был с вами, на ваших условиях. В этом случае, я рекомендую вам с ним общение поддерживать, я рекомендую вам выдать ему писать, делать комплименты, вот, и так далее, но при этом не соглашаться на встречи, говоря ему о том, что он показался вам ненадежным. И это будет для него стимулом, опять же, если у него есть что-то к вам помимо своего интереса, если у него есть чувства хоть какие-то, хоть симпатии, он обязательно проявит к вам ответную реакцию и вы таким образом сможете его к себе привязать. Мало вероятно, но, тем не менее, в качестве примечания я могу вам это сказать. Значит, теперь следующий момент. Далее пойдет та часть, которая является частью моих собственных комментариев вам, на основании того, что вы написали. Значит, первое. Менее двух недель назад в социальных сетях я познакомился с молодым человеком. Вот и первый к вам вопрос. Почему вы знакомитесь с молодыми людьми, как я понял, для отношений в социальных сетях? Почему вы не делаете это вживую? С чем это связано? Либо с определенными стереотипами, о которых вы пишете ниже, что вас мало кто, значит, цепляет. Так как редко меня по-настоящему могут зацепить люди, пишете вы. Вот что это означает? Вы говорите, что вас редко могут зацепить люди. Что это означает? Это значит, что вы как-то к людям относитесь по-особому? Или это значит, что вы боитесь чего-то от людей? Или, может быть, у вас требования сильно высокие, и эти люди требования вашим не отвечают? Сообщили бы вы, чтобы было по-другому. Тем не менее, к сожалению, в социальных сетях такие вот мужчины встречаются чаще. А вживую, вживую, значит, особенности взаимодействия, люди все-таки ведут себя более серьезно. Они оказываются привязаны именно к образу вербальному, невербальному. И это в некоторой степени затрудняет такое вот использование человека, как в данном случае мужчина пытался использовать вас. Конечно, бывает это и там, но все же затруднено. И еще вы можете быстрее понять, что это за человек, быстрее увидеть его намерения и меньше времени тратить на выяснение, какой же он. То есть, то, что вы знакомите в социальных сетях чем-то обусловлено. И я хотел бы узнать у вас, чем обусловлено это. Потому что знакомство в социальных сетях довольно рискованное, неблагодарное и опасное дело. Далее вы пишите о том, что он, значит, говорит, что он пришел к мне по душе, есть о чем поговорить. Хорошего числа юмора. На фотографии он весьма недурен собой. Что сразу навеяло нас тем, что успехов у девушек он пользуется немалым. Вот интересно, почему вы сразу подумали именно об этом. Обычно, ну, человек с недурной внешностью, это не обязательно бабник, не обязательно дон-жуан и так далее. Это просто человек, у которого хорошая внешность. То, что вы подумали, что он пользуется успехом у девушек, продиктовано, опять же, скорее всего, вашей собственной неуверенности в себе. То есть вы уже заранее предполагали, что вам придется, скорее всего, или бороться с кем-то за него, или терпеть его какие-то поведенческие элементы, которые, ну, вам неприятны. Вот, правда, он такой вот симпатичный. И здесь нужно, чтобы вы опять же определили для себя. Если вы хотите себе найти мужчину симпатичного, то получается, что вы всегда будете сталкиваться с определенной неуверенностью в себе. И с определенным риском, что на этого мужчину может, там, начать смотреть кто-то еще. И здесь вам нужно либо, если вы выбираете симпатичного мужчину, либо повышать уверенность в себе и привязывать мужчину к себе его потребностями, его желаниями и тем, кого он хочет видеть рядом с собой. То есть быть для него той единственной женщиной. Либо просто-напросто выбирать себе не таких симпатичных, чтобы вы не переживали. Но в случае неуверенности в себе, в любом случае нужно определить, с чем вы не уверены в себе, почему вы не уверены в себе и как можно эту уверенность повысить. Ну и да, на фоне чего вы перестали быть уверены в себе. Кстати, одну из подсказок вы дали, это то, что у вас было болезненное расставание с бывшим молодым человеком. Вот именно то, что это было болезненное расставание, как бы о многом говорить. Почему болезненное расставание было? Ну, были вы вместе с молодым человеком. Какое-то время встречались, да? У вас были отношения. Потом поняли, что, ну, это значит, что молодой человек без вас понял, что без вас он счастливее. Но вы отпустили его, получается, с болью, потому что вы потеряли что-то для себя в этих отношениях. Вот и вопрос. Что вы потеряли для себя в этих отношениях с бывшим молодым человеком? И приобрели ли вы это? Пережили ли вы расставание с ним? Изменилось ли ваше восприятие себя после расставания с ним? Изменилось ли ваше восприятие мужчин после расставания с ним? И когда получилось, что у вас были болезненные отношения с ним, раз вы тяжело расставали? Получается, что вы были от него зависимы в некоторой степени. А зависимость – это удовлетворение своих потребностей. Тех самых потребностей, которые вы уже проявляли по отношению к вашему настоящему молодому человеку, с которым вы познакомились в социальной сети. Как? Во-первых, значит, вы пишите здесь, что не всё. Но всё пошло совсем не по тому сценарию, как я хотел. Я вам задам неприятный вопрос. А почему вы решили, что всё должно было идти так, как вы хотели? Почему? У молодого человека есть свои взгляды, у молодого человека есть свои желания. Как вы воспринимаете отношения между мужчиной и женщиной? Считаете ли вы, что они могут развиваться по двум сценариям – по вашему и по его? И что сценарий развития отношений – это совмещение двух сценариев. А вы тут говорите, что вы хотели, чтобы отношения развивались по вашему сценарию. И то, что они развивались не по вашему сценарию, пусть и отрицательно, пусть и негативно, но всё равно это тревожный звоночек – вы не принимаете позиции другого. Вы… Складывается ощущение, что вы принимаете только свою позицию. Я как-то могу ошибаться, потому что, ну, потому что всё-таки это текст, и, может быть, вы имеете в виду совсем другой. Но, тем не менее, на этом я хотел бы заострить ваше внимание, чтобы вы хотя бы отрефлексировали для себя, что это значит. Потому что, в зависимости от результатов рефлексии, можно будет корректировать ваше дальнейшее отношение с мужчинами. Далее вы говорите о том, что, значит, вам не приходилось думать о неловких паузах, как с другими людьми. Можно сказать, что, как типаж, он мне очень понравился. Вот, собственно, вопрос к вам. Почему вы думаете о неловких паузах с людьми? Почему вообще вы считаете паузы молчания с людьми неловкими? Получается, что вы боитесь этих пауз. А почему вы их боитесь? Что в этот момент с вами происходит? Что вы чувствуете? Почему вы пытаетесь их избирать? Понимаете ли вы, что, если человек не делает паузы в разговорах, то это болтливый человек? А болтливый человек как раз на следствие его непостоянности. Именно в личных отношениях, именно в отношениях с противоположным полом. Так давайте ещё раз подумаем, а какого же мужчину вы хотите видеть рядом с собой? Серьёзного, твёрдого, который имеет возможность и желание платить за вас, и при этом общительного, разговорчивого и так далее. К сожалению, в российских реалиях это довольно редкий тип. По крайней мере, так говорит мой опыт. То есть, у меня сложилось ощущение, что вы больше внимания уделяли и его общению с вами, и его внешнему виду. И всё. А вот чисто мужские качества, такие как желание заплатить за вас, такие мужские качества, как стабильность, постоянство, определённость, это вас как-то не особо волновало. И весь вопрос такой, что почему? И что вам нужно от мужчины вообще? Далее. Значит. Вы пишите, что вас смутилось, что человек пригласил вас на встречу, но в кафе вы платили сами за себя. Он даже не предложил оплатить. Хотя сумма моего доказа была просто смешной. Тем не менее, мне было очень интересно знать, как он проявит себя в будущем. Здесь, здесь аноним. Я хотел бы вам сказать так. Современное общество отличается тем, что мужчины всё больше и больше относятся к женщинам как к равным. То есть, в принципе, эмансипация – это то, за что женщины боролись, и это то, в общем-то, что они и получают постепенно. Так вот. Сейчас всё больше и больше мужчин считают, что женщина должна платить за себя сама в кафе. И если вас это смущает, вы имеете право на это, но тогда, тогда, опять, находим критерий мужчин. Если вас смутило, если так мое произошло в первый раз, то, скорее всего, произойдёт его второй, третий. Вопрос в том, готовы ли вы с этим мириться. Понимаете? Готовы ли вы это терпеть? Готовы ли вы с этим жить? Тем, что мужчины за вас не платят, значит, бюджет у вас будет, скорее всего, отдельный, и каждый будет платить сам для себя. Это неплохо. Но это и нехорошо. Это выбор человека. И вопрос в том, соответствует ли этот выбор вашему выбору. Вот об этом я тоже рекомендую вам подумать. Ибо это очень важно. Ну и, в принципе, на этом, я думаю, всё. Кроме и разве что, только, только последний момент. Значит, вы встретились с молодым человеком один раз. Знакомым вы всего две недели, недели, и вы расстроились по поводу того, значит, что он с вами больше не хотел встречаться, но у вас при этом к нему сильная симпатия. Вы скажите, пожалуйста, как ваша сильная симпатия к нему сопоставляется с тем, что мужчина не хочет нести ответственно за вас, не воспринимать вас как-то ещё помимо приятного собеседника и сексуального объекта, который не хочет платить за вас и так далее. Вы, как этому человеку, испытываете сильную симпатию. Так к чему же вы испытываете симпатию? Чем ваша симпатия продиктована? Случайно не нежелание почувствовать себя женщиной вновь после расставания с бывшим молодым человеком? Случайно не опасение того, что вы останетесь одна? То есть, по сути дела, не продиктованы ли ваши симпатии личными потребностями и уже намечающейся зависимостью от молодого человека? Вот об этом я тоже рекомендую вам подумать, потому что когда вы говорите, что вам не хочется навязывать это правильно, спрашивать его об этом, о том, что вы хотели бы спросить, не имеет смысла, он вам правду не скажет. Ну а вот с симпатией я бы рекомендовал вам поработать, потому что лично я могу предположить, что симпатия относится только чисто внешне, то есть ко внешности, ну и к тому, что он позволяет вам вообще не избегать того, что вам неприятно, то бишь пауз. Ну и еще он вас зацепил чувством юмора и так далее. Но все это, знаете, как-то очень на поверхности лежит. Для серьезных отношений и для семи симпатии этого недостаточно на самом деле, потому что для симпатии к мужчине нужно, чтобы вы чувствовали себя женщиной с ним. А весь вопрос в том, чувствуете ли вы себя таковой с ним. Если да, то все в порядке, тогда вы можете согласиться на встречу с ним, можете согласиться на секс и так далее. Но если вы не чувствуете себя с ним, женщиной, если вы испытываете симпатию к нему только потому, что вы одна были какое-то время, и вот появился мужчина, с которого у вас могло что-то получиться, то это важно попременно быть с кем-то. Это ваши страхи, ваша неуверенность в себе и, возможно, желание компенсировать то, что вы или потихали, или то, что вас обидело в отношениях с предыдущим молодым человеком. То есть нужно исключить из того, что с вами сейчас происходит, субъективный фактор, чтобы понимать, в какой реальной ситуации вы находитесь, в каком реальном положении вы находитесь. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А если вы вдруг захотите написать дополнение к своему вопросу, пожалуйста, дайте мне знать в личку, чтобы я его прочитал в дополнение и ответил вам на него. Желаю вам удачи и всего доброго!